Привет, анимешник! Ты на канале любитель аниме. И сегодня ты увидишь альтеративный сюжет. Наруто, мастер гендюцу, вторая часть. Ребята, заранее поставьте лайк и подпишитесь, ребята. Будет очень жарко. И думаю, вам понравится. И, кстати, не забудьте оставить комментарий, чтобы я прочитал и лайкнул вас. Если вы хотите, конечно. Если вы их всё поняли и готовы, то, Наруто, запускай интроху. Наруто и Хироши прошли через эту дверь. И они увидели небольшую комнату, в конце которой стоял огромный шкаф, полностью забитый свитками. Это были свитки с секретными техниками клана на Микаде, пройдя вперёд к этому шкафу. Хироши открыл рюкзак и положил в него пять свитков. А первое время это будет достаточно. Наруто пошли обратно. Они обосновывались в доме главы клана. Там, как на заднем дворе, была собственная тренировочная площадка. На следующий день, после завтрака, они пошли в... В лабораторию, чтобы пересадить Наруто Шаринган. После успешной пересадки глаза, к следующему дню он прижился. В основном, из-за радости склана Музумаки и чакры Биджо. Весь следующий месяц Наруто учился контролировать Шаринган. Спустя месяц, во время утренней тренировки... Наруто, попробуй с помощью своего нового глаза скопировать мои действия. Хироши продемонстрировал, как правильно воспроизводить звуки на всех частотах, которые в данный момент были доступны Мнуку. Наруто с первой же попытки повторял все действия своего деда. Каждый день у Наруто были как тяжелые физические тренировки для развития тела, так и изучение новых техник. Также Наруто каждый день уделял по 3 часа обучению. Так прошло 7 лет. Наруто изучил все техники своего клана. Техники клана Узумаки, а также техники лечащего бога грома, Иры Синган. Теперь Наруто осталось только оттачивать свои навыки. Теперь он старался как можно больше выходить на контакт с Девятихвостом. Они еще не подружились, но сильно сблизились. И вот Хироши подозвал своего внука. Наруто, подойди! Деда, что случилось? Да, Наруто, через несколько дней мы отправимся в Каноку, чтобы ты сдал экзамен на Генина и официально стал Шиноби. Ух ты, здорово! В этот раз они добрались до Канохи меньше, чем за день. Ведь в прошлый раз они ехали на телеге, а теперь бежали с невероятной скоростью по деревьям. Хироши и Наруто сразу же отправились к новому Хакаге. Как казалось, это была внучка первого Хакаги Цунадо Цэнджу. Она согласилась допустить Наруто к экзамену на Генина. Там Наруто сдал как теорию, так и практику на отлично. Он сразу же заинтересовал всех девочек благодаря внешнему виду. Кстати, Саски был очень рад встрече с Наруто, поэтому они на протяжении всего времени сидели рядом и общались. У Наруто была маска на пол лица, а повязка со знаком его клана закрывалась в его левый глаз. И Рок объявил результаты, выдав всем повязки и объявил команды. Наруто, как и по канону, был в команде номер 7, с учихой Саски и короной Сакурой. Наруто быстро заменил повязку своего клана на повязку листа. Но самое интересное началось тогда, когда пришел их наставник Джоннин Хатаки Какаши. Саски и Сакура были очень удивлены, ведь Какаши и Наруто были похожи как две капли воды. Их можно было отличить лишь по цвету волос. У Джоннина они были пепельного цвета, а у Наруто яркие желтые. Какаши пригласил всех на крышу здания. Я с вами не знаком, так что представьтесь, пожалуйста. Давайте я начну. Меня зовут Харуна Сакура, мне 12 лет. Я мечтаю стать очень сильной Кунаичи, как наша Хакаке. Что я ее люблю, а то, что кого... После этого девочка, косясь на юного Учиху, засмущалась и завизжала. Меня зовут Учиха Саски, мне 12 лет. Я мало чего люблю и много чего не люблю. Моя цель убить одного человека и возродить клан Учиха. Меня зовут Наруто Намикадзе. Мне 12 лет. Раньше я жил здесь, но уехал на 7 лет в деревню, скрытую в траве. Моя цель возродить мой клан и объединить все страны. Он сказал Намикадзе? Неужели ты сын 4? Хорошо. Встречаемся завтра на 4 полигоне в... Восемь утра. Советую вам ничего не есть с утра, так как можно истошнить. После этих слов, какаши исчез в облаке дыма. Агинины пошли домой. А точнее Сакура пошла домой, а Наруто и Саски пошли в дом к Намикадзе. Саски еще в детстве постоянно ходил в гости к Наруто. Впрочем, Намикадзе тоже часто тусовался у Учих в гостях. В моем сюжете, Саски после того, как увидел мертвых родителей, сразу пробудил трехтомойный шаринган. И мог его использовать. Поэтому он знает больше техник. Продолжение следует. Если вам, ребята, понравился видеоролик, не забудьте оценить его лайком и подписочка на канал. Скоро будет третья часть. До скорого!